МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, мы продолжаем работу на Ялтинском международном экономическом форуме. Рядом со мной министр финансов Республики Крым Ирина Кивяко. Ирина Валерьевна, рад снова вас встретить. Буквально год назад вы гуляли по башкирской земле, по Уфе, с нашим министром финансов, мило общались. Теперь мы на вашей земле общаемся с вами. Хочется начать с сотрудничества с Башкортостаном. Собственно, не порвались ли связи? Как поддерживаете отношения? Да, поддерживаем отношения с Министерством финансов. Очень много методической помощи они нам оказывали в течение этого года. Созванивались по многим моментам. У нас было много нового. В июне прошлого года впервые все субъекты выгружали рейсер расходных обязательств. Минфин России общались мы с Республикой Башкортостан на тему, как правильно все это сделать. В общем, мы поддерживаем методическую помощь друг с другом. Хотя, к сожалению, пока я зову Башкортостан к нам в Крым, говорю, приезжайте, будем уже общаться не по телефону, а вот прямую сядем у нас в Министерство и пройдем круглый стол. Но пока, к сожалению, тоже у них не получается по времени вырваться к нам и уже, так сказать, обмен опытом провести на нашей земле. Ну, я думаю, скоро это обязательно состоится. Сергей Аксенов сегодня на пленарном заседании заявил, что в два раза выросли доходы Республики Крым. За последнее время, какие цифры и у вас за счет чего удалось это сделать? У нас основную роль играет, как и во всех, наверное, субъектах Российской Федерации наук на прибыли НДФЛ. И вот наиболее значимыми темпами растет, конечно, наук на доходы физических лиц. Когда Сергей Валерьевич говорил, сравнивал за последние несколько лет, начиная с 2012 года доходы казны Республики Крым, то у нас действительно выросло в разы, увеличились наши доходы. НДФЛ у нас вырос, конечно, благодаря тому, что у нас работает свободная экономическая зона, более 1200 резидентов. Очень льготная ставка по страховым взносам была для тех резидентов нашей свободной экономической зоны, кто зарегистрировался в течение первых трех лет. Ставка составляет во все фонды всего 7,2%. За счет этого прошла детенизация рынка труда, плюс дополнительно созданные рабочие места, безусловно, обеспечили НДФЛ. У нас по участникам свободной экономической зоны рост НДФЛ в 17-м к 16-м у 33%. Это очень значимо, потому что по данным Росстата заработная плата у нас выросла на 6,7%, а в целом НДФЛ в Крыму вырос на 13%. По темпам роста собственных налоговых и налоговых доходов мы вышли на первое место в Российской Федерации. Уже у нас была коллегия Минфина России в марте. Нам выдали все данные по субъектам, и мы смогли увидеть, что Крым в лидерах по росту собственных налоговых и налоговых доходов. Но мы такую задачу перед собой и ставим. Год от года наращивать собственный доходный потенциал, потому что когда говорят, что нахлебники, да, Крым... Но есть такое лидер. Я не согласна с этим. Мы очень много работаем над доходным потенциалом, и можно похвалить некоторые наши муниципалитеты, которые действительно борются и с синевой занятостью. У нас главы администрации могут выезжать, фотографировать, сколько людей работает на объекте, потом созывать совещания в администрациях. И те администрации, которые таким образом работают, у нас действительно там есть увеличение и до 190% доходной базы в 2017 году по отношению к 2016. То есть мы очень много внимания уделяем. У нас есть ежемесячные совещания с муниципальными образованиями по росту доходной базы. Мы каждый год ставим перед собой новые задачи. Вот в прошлом году, на 2017 год, мы ставили перед собой задачу максимально зарегистрировать обособленные подразделения, потому что очень много подрядчиков работает, тендеры выигрывают, из других субъектов подрядчики очень много таких подрядчиков. За прошлый год поставлено на учет более 3000 обособленных подразделений. И НДФЛ от них получено более 4 миллиардов от обособленных подразделений. То есть мы на самом деле работаем. Я хочу сказать, что доходы сами по себе, они не растут. То есть помимо того, что у нас идет увеличение экономики и связанный рост с этим, с ростом экономики, есть еще те мероприятия, которые мы проводим административно, можно так сказать. То есть вот, например, работа комиссии по увеличению поступлений платежей в бюджет. У нас таких комиссий за год было более 300 в целом по Крыму вместе с муниципалитетами. И в бюджет поступило дополнительно более 400 миллионов по результатам работы этих комиссий. То есть мы используем любой момент, где мы знаем, что надо приложить усилия и получить дополнительные доходы в бюджет. Поэтому мы не считаем, что мы на Хлебике, мы просто молодой субъект, который работает над своей собственной доходной базой. И в чем-то еще учится. Да. И вот если говорить о малом бизнесе, сейчас мы видим в этом приоритет наш, развитие малого бизнеса. Почему? Потому что у нас в Крыму в малом бизнесе занято более 50% нашего работоспособного населения. А если говорить о выручке, ну вместе с выручкой индивидуальных потребителей, то 62% выручки дает малый бизнес. И мы вот анализируем данные по специальным налоговым режимам, то есть упрощенная система налогового обложения, патенты, единый налог на вмененный доход. У нас там рост в разы. То есть если там в 2015 году, например, сумма была одна, то в 2017 это уже в три раза больше. Это если говорить о патентной системе налогового обложения. Если говорить об упрощенной системе налогового обложения, то в 2,2 раза у нас рост в 2017 по отношению к 2015 году. То есть мы работаем и бизнес наш развивается, количество предприятий, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей растет. Мы внимательно следим за этой статистикой и отрабатываем, чтобы вновь зарегистрированные наши все индивидуальные предприниматели и юрлицы уплачивали все налоги. В том числе, конечно, самый главный налог для нас это НДФЛ, потому что он бюджет образующий не только для нас, но и для муниципалитета. Потому что мы установили дополнительные нормативы, чтобы максимально наполнять доходными источниками бюджеты муниципалитета. Если переходить к работе ЯМФ-2018, для себя какие новые опорные точки здесь нашли, с кем успели пообщаться? У нас была очень интересная банковская секция, на которой мы общались и с Центробанком, и с председателем гуманитета Госдумы по финансовым рынкам Аксаковым, где мы обсуждали развитие нашей финансовой системы в Крыму, потому что у нас она представлена всего двумя такими основными банками. Это РНКБ, Генбанк, и есть еще небольшой банк, Черноморский банк реконструкции и развития. Ведь это большая проблема. И филиал Банка России. Но вот эти банки, которые у нас представлены, основные, они в принципе покрыли всю потребность. И мы даже можем похвастаться тем, что по карточкам МИР первый миллион карточек был выдан именно в Республике Крым, карточек МИР. То есть у нас достаточно активно работают наши банки, очень у них современные условия, уже есть и удаленная идентификация для физических лиц. То есть уже у нас это работает, например, в банке РНКБ. Но такое малое количество банков вы не считаете проблемой для финансовой системы? Нет, я не считаю. Почему? Потому что количество у нас, мы делали такой анализ, сколько у нас на тысячу человек, например, банкоматов или отделений. И у нас, в принципе, это количество на уровне российском, то есть у нас средний российский уровень. То есть у нас не ниже количество, например, на тысячу человек банкоматов или отделений банков. Просто то, что эти банки более мелкие, да, это говорит о том, что они не могут дать, например, очень длинные деньги, да, на какие-то крупные проекты. Они не могут дать синдицированный кредит тот же, например. Поэтому мы как раз и обсуждали это на проблемах кредитования крымского бизнеса и какие есть пути решения. Но на самом деле мы проанализировали, у нас на 1 января уже выдано в Крыму кредитов более 80 миллиардов, а по сравнению с прошлым годом, с 2016, прирост выданных кредитов составил 32% только за 2017 год. То есть у нас банковская система развивается достаточно динамично. Есть определенные проблемы, но мы, в общем-то, с Центробанком, как с регулятором намечаем какие-то определенные действия, чтобы решать те проблемы, которые у нас есть еще, нерешенные. За прошлый год в 2,9 раза, если не ошибаюсь, увеличили ввод жилья в Крыму. И вот говорят некоторые эксперты, что жилье сейчас многое невостребованное. Это люди, они его не могут купить, опять же, пойти в этот банк, вот мы говорим, много выданных кредитов. Сюда входят ипотечные кредиты? Да, я когда говорю 80 миллиардов, это и юридическим лицам, и физлицам, это общая сумма выданных кредитов Республики Крым. У нас в Крыму нет проблемы невостребованного жилья, у нас другая проблема, у нас недостаточное количество жилья. Поэтому тот рост строительной отрасли, который она у нас демонстрирует, у нас за 3 года почти 500% рост строительной отрасли. Поэтому пока у нас нет этой проблемы. Я слышала, что такая проблема есть у наших соседей в Краснодарском крае, например, что там построено и не продано жилье. У нас, наоборот, еще не построено, уже продано. Поэтому я думаю, что у нас тут как раз-таки еще точка роста будет сохраняться в течение нескольких лет, пока мы не насытим полностью потребность рынка. Если брать период, когда Крым был еще не российский, до 2014 года, понятно, вы еще не занимали пост министра финансов, но вы же видели, как развивается республика, в частности Ялта. Что вы замечаете за эти 4 с лишним года? Я думаю, что даже не я замечаю, как министра финансов, наверное, все замечают крымчане. И то строительство, которое у нас ведется, я имею в виду инфраструктурные проекты. Вы уже прилетели через наш новый аэропорт, вы его видели, да. Наверное, вы, конечно, не доехали до Керчи, вы не видели, какая там замечательная развязка строится по трассе Таврида вокруг Керчи. Уже трасса Таврида строится такими семимильными, можно сказать, шагами. И когда ты едешь по Крыму и видишь это строительство, ну, любого крымчанина душа радуется, что такое столь масштабное строительство, наверное, мы за свою жизнь не видели и, наверное, уже не увидим. То есть самые главные наши инфраструктурные проекты – мост, аэропорт и федеральная трасса Таврида. У нас, кстати, нет ни одной федеральной трассы, это будет первая федеральная трасса, которая будет построена. Поэтому мы все крымчане этого ждем. Но помимо этого у нас в каждом районе и городе идет строительство или школы, или детских садов, или реконструкция больниц, ФАПов. То есть нет такого уголка Крыма, где что-то бы не строилось. Это видят все крымчане, насколько динамично развиваться Крым. Спасибо огромное федеральному центру, да, тем вливаниям, которые делаются. Но эти вливания нужны, потому что действительно инфраструктурой никто не занимался на протяжении более 25 лет. И тяжелое, так сказать, наследство досталось. И поэтому приходится вкладывать сейчас, конечно, колоссальные деньги вот в те объекты, которые мы строим. При тех колоссальных темпах роста, которые показывает Крым, к какому году Минфин планирует, ваш Минфин планирует выйти на, так скажем, самоокупаемость, без уже серьезной поддержки? С федерального центра, когда вы можете... Я думаю, что если осенью будет уже введено грузовое транспортное сообщение по мосту, я имею в виду, да, уже улучшится логистика, да, для наших предприятий и начнет развиваться экономика, то где-то к 27-му году мы надеемся выйти уже на дезодатационный уровень. Остается только вам пожелать удачи в вашей работе, во всех начинаниях и ждем вас, собственно, в столице Башкортостана, Уфе. Обмен опытом, это всегда полезно. Я благодарю вас за беседу. Нашим зрителям напомню, мы беседовали с министром финансов Крыма Элиной Кивико.